Давай подарим ему жизнь. Конечно. Что, мы зря, что сюда приехали, чтобы ему жизнь не подарить. Просто испугался, ты говоришь. Здоровый, здоровый. Илюха-пацак. Ну, действительно, нерозная рыбалка, но ничего не поделаешь. Ей надо учиться тоже, тоже ее надо уметь. И она позволяет ловить действительно крупную рыбу. Вот уже третья пустая поклевка сегодня. Такая вот рыба, такое вот у нее сегодня настроение. Реакция есть. Мальков каких-то мне ищешь. Ну, вот там. Твой первый пелагический? Да. Наконец-то, вода 3 градуса, 4. Сейчас, наверное, плохо слышно, микрофон не включил, но сейчас наденем попозже. Наконец-то рыбку более-менее нашли. Ну, наконец-то, кто-то попал в рыбу. Ура! Ура! Ну, как он тебе? Твой первый пелагический. Мне кажется, надо отпустить. Думаешь? Да. По ощущениям, сколько? Ну, я думаю, четверочка, уверенная. Уверенная? Да. Или трешка? Какая тряшка. Ну, он такой толстый сейчас, конечно. Ближе к весне. Поэтому... Давай подарим ему жизнь. Конечно. Ну, зря, что сюда приехали, чтобы ему жизнь не подарить. Нормально, за основной. Аккуратно еще. Абельсай. Уже, чтобы ничего не попало. Хорошо. Твой первый пелагический. Угу. Отпустим. За хвост его подержи. Что я знаю. А что я буду? О! О! Пока не умеет. Готов? Давай, попадай. Кидай. Плохо. Плохо. Прям вот над ним надо. Сейчас. Погоди. Пробуй кидай. Пробуй кидай. Еще, еще. Заметил как будто. Угу. Пошел, пошел, пошел. Есть. Нормальный? Да. Да. Опа. Давай так. Убирается? Да. Да. Ну такой. Поменьше уже. Давай его закину сразу сюда. Кто-то испугался, ты говоришь. Здоровый, здоровый. Ну. Илюха-пацак. Я растерялся уже. Еще один пелагический. Этот клюнул не сразу. Сначала как будто бы он немного испугался в приманке. Но потом уже заметил нормально. Когда его немного догнали метров, наверное, через 20-30. И взял уже уверенно. Разогнался. И сожвал. Не ведешь? А я тебя понимаю. Не клюет? Идет, идет, идет. Не, видимо, груз большой слишком. Ага. Ну вот такая рыбка прошлась. Не клюнула. А у меня особо стоит. Прям под поверхностью стоял на двух метрах. Но не клюнул. Вон он где. Ах ты. Ну это мелкий прям совсем. Не знаю, почему судак выбрал именно этот район для, так сказать, обитания. Для того, чтобы подняться в толщу. Потому что прокатились уже много километров по этому заливу, по этой речке. Но вообще не видели рыбу. И тут вот буквально, не знаю, ничем не уделяющийся полив. Вообще в нем ничего примечательного, но вот почему-то именно на него повлазили вот эти вот судачки. Видели, наверное, уже штук, ну 5-6 плюс-минус. Вот двух поймали. Температура воды 4 градуса. И в это время вот уже начал появляться биологический судачок. Конечно, поискать его надо. Вообще где-то дело не массовое. Но все равно найти можно. Кстати, если соберетесь на горе-море, не забудьте взять себе такие вот подобные карты глубин. Мы пользуемся G-Live, потому что он максимально красивый, удобный, понятный. И для, конечно, такого большого водохранилища карта глубин – это вещь необходимая. Поэтому однозначно рекомендую. Не знаю, что бы мы тут без них бы делали. Такие вот красивые карты. Можно очень много интересных мест с помощью них найти. Кстати, наконец у меня появилась нормальная подложка для Гармина. Кто давно следит там за каналом, знает, что у меня тут было непонятно что. А сейчас наконец дали нам карты, рассказали, какие самые лучшие. Большое спасибо Никите. Он занимается у нас в Нижнем Новгороде электроникой и всяким оборудованием для лодок. Поэтому, если вдруг вам будет что-либо интересно в этой теме – холоты, электромоторы, обычные моторы, то можете написать мне ВКонтакте, например. Ссылку оставлю в описании. И там уже пообщаемся. Дам вам контакты вот Никиты, который занимается у нас всей этой техникой в Нижнем Новгороде. Прям скину ссылку на объявление на Авито. Чтобы вы тоже знали, где в проверенном месте по хорошей цене можно купить электрониковую технику в Нижнем Новгороде. Похоже туда. Похоже туда. Дернул сюда. Ага. Идет, идет, идет. И этот идет, идет, идет. Пошел. Чего не клюет? Сейчас клюем. Ну смотри. Как вы понимали, эта рыба прошла, наверное, метров 15-17. не нравится. Оп. 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 очень пассивный судак. Посмотрел, посмотрел, сказал нет. И вот уже третий день рыбалки на горе моря подошел к концу. Получился скомканный довольно Неоднозначный С одной стороны нашли пелагическую рыбу Что для этого времени Такое явление не очень часто Не очень популярное Сложно при температуре воды в несколько градусов Ловить этого пелагического судака Но более-менее в одном районе нашли Поймали двух рыб У отца это были первые пелагические рыбы С чем мы его поздравляем А в остальном Не знаю, покатались по основному Получается блюд с горького хранилища Там вода попрохладнее И вся рыба выжатая в дно И особо никак она не реагирует На приманки Точнее не так, она их замечает Иногда реагирует Но поднимается очень малый процент рыб Может быть За весь день видели 2-3 подъема И они могут дойти Чуть ли не до лодки Но у них с желанием клюнуть все плохо А вот в речках, где температура воды побольше Там, где мы ловили, температура воды уже была 4 градуса Там вот более-менее хоть какого-то результата добиться получилось Завтра, наверное, продолжим развивать эту тему с пелагической рыбалкой Потому что, наверное, только благодаря ей получится поймать действительно крупную рыбу То есть раздачи какого-то большого количества поклевок не ожидаем Но надеемся, что найдем крупную рыбу и поймаем ее Сегодня видели крупные экземпляры Наверное, в районе 5 Может быть за 5 килограммов Но поймать не смогли Надеюсь, получится сделать это в следующие дни До запрета остается еще 2 рыболовных дня Конечно, ветренный сегодня день За вот эту поездку Самый сильный фон и самые сильные порывы Завтра и послезавтра должно быть, по идее, получше На сегодня все Лодка на месте, аккумулятор разряжается Увидимся завтра Доброе утро! Мы по-прежнему в Чкаловске По-прежнему на горе-море Продолжаем, так сказать, весеннюю сессию рыбалок на большой воде Запрет остается всего несколько дней И вот их, конечно, надо зацепить Еще раз напоминаю, что остановились мы с отцом в коттеджах Под названием Дома Чкаловск Прям очень классный вариант для рыбалки Здесь, в нижней части Горьковского водохранилища И очень удобно по расположению Именно в плане рыбалки Но и в плане отдыха тоже здесь все супер Поэтому рекомендуем Отправляемся на ОДО Увидимся там Спилагическая рыбалка очень сильно высаживается с аккумулятора Каждый день приходится заряжать Да и даже на один день не хватает рыболовной зарядки Особенно электромотора Постоянно заряжаем От этого никуда не деться Конечно, спилагическая рыбалка и лодка Вот надо заряжать каждый день Валим Субтитры сделал DimaTorzok Да, думали, что вчера будет самая худшая погода Но сегодня с этим дождем Со снегом И с порывистым ветром Конечно, пока все грустно получается Но, насколько смотрели прогноз Вроде бы к обеду должно уже стать получше То есть ветер спадет Ну, разберемся сегодня Думаешь, состоится в любую погоду Да На горе море так И хоть сегодня ветер получается вдоль водохранилища И на основном, конечно, блюдце волны сильные Все равно, как уже и говорил Вот в этой акватории возможность уйти в речки Спрятаться и найти более-менее спокойные места Где хотя бы можно половить рыбу Ну и где она более-менее есть Тем более сейчас весной Как бы рыба стремится во все эти речки На прогретую воду Ладно, давайте искать судака Надеюсь, что он будет Пробой Спускаются Пусти пониже, иди Вот так, да-да-да-да Пошел Испугался Иди, 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 слишком низко повалил Это похоже на судакод Нет, первых рыб мы запороли Первую проводку вниз провалили И они тоже как-то это, растерялись В общем, никто из них не плюнул Даже не стали сопровождать В общем, не та подача, но и результата, собственно, нет Видишь, если нормальный силуэт, его сразу видно Ну да Что это судак Да я уже понял Такой хороший-то с насчет Ну, наверное, такой, как вот у тебя вчера второй был, может даже меньше Прокатимся, посмотрим, что ближе тут Давай здесь Ну что, сколько кругов-то навернули? Так он, нет-нет, да выскакивает На русле есть и такие вот картинки в Panoptics Все забито белый Тут, конечно, непонятно, как искать пилогику Наверное, ее здесь и нет Или как-то, возможно, она намешана в этом супе Но что-то разглядеть тут не получится Подать приманку тоже нормально не получится Ну, не знаю, может быть, кто-то умеет в таком супе ловить Но, мне кажется, смысла никакого Обычно, по идее, снизу тут должен хищник как-то стоять Но нигде нет Вот вчера смотрели подобные стаи Нету, вроде бы, хищника Ну и сегодня то же самое То есть просто вот бели все Не сказать, что пилогическая рыбалка Прям очень нравится Потому что она такая напряжная, нервозная Постоянно там надо под рыбу подстраиваться Все держать на контроль, так сказать То есть и рыбу, и положение лодки Правильно заехать, зарулить Правильно попасть, подать, провести То есть это действительно очень сложно И то есть не получается так Прям на расслабоне ловить, например, как джигом Но действительно нервозная рыбалка Но ничего не поделаешь Ей надо учиться тоже Тоже ее надо уметь И она позволяет ловить действительно крупную рыбу Так что занимаемся такой кибер-рыбалкой И разбираемся с поведением рыбы В раннее такое весеннее время Именно если говорить про лодку Конечно, уже середина весны Но редко получается в такое время выйти на воду А на горе-море так вообще, наверное Это такой уникальный случай, что все речки И основное блюдо оттаяло Еще до запрета Потому что резко пришло тепло Ну что, другое дело? Ножди Ну а что? Верни месяц Сейчас солнышко опять Ну опять И вот такая вот херня будет целый день Every day Пошел? Идет, идет, идет Ты провалился опять вниз? Нет Ну прям сразу выстрелил А что ему нет? Я не знаю Как будто что-то не так сделал Он просто разогнал с... Да, да, да Увы настолько, что казалось все Напоминаю, что в интернет-магазине MaxFishon Для вас подготовлен промокод На дополнительную скидку Который действует как для новых покупателей Так и для постоянных клиентов с клубными ценами Также данный промокод суммируется с другими скидками И акциями, и бонусами Так что пользуйтесь 5 секунд вашего времени Поможет сэкономить 5% от суммы заказа Сам я тоже постоянно закупаюсь в этом интернет-магазине Уже порядка двух лет Так что очень советую и рекомендую Хочешь, ты потренируйся, покатайся Че-то я устал просто здесь уже Ну давай, объясняй мне Ну я тебя уже нашел, рыбек Все, давай теперь выруливай на них Так, ну тренируем Ну-ка наведи Ну-ка наведи Хочешь стайку плевать? Эй, стайка, это одна рыба Пади нормально, я тебе че, глядь Вон она, смотри как здоровая Стайка не захотела плевать, да? Да Реакция есть Мальков каких-то мне ищешь? Готов? Да Да Дай Вот так Ниже Веди Не проваливай только, веди Веди, веди, веди Веди, не проваливай Чуть-чуть, дерни, чуть-чуть прям Судачишка сказал, что что-то он не хочет ездить Ну хотя вроде бы ушел так достаточно решительно Но не захотел бы, он опускается на дно Со дна парня вообще неактивный Прошелся несколько метров Голову поднял, посмотрел и лег обратно К мне кривьет он такой Может просто ключик надо подобрать Давай еще попробуем Судак Судак, Вадя Судак Еще один Два Залезли в структуру, с которого ловили судака джигового Решили посмотреть в камеру Вот раз Иногда попадаются, конечно, сложно улавливать Но увидели его в камеру Сейчас не клевал он вечером Вон глаз, видишь? Говорят, сначала найдем, потом снимать будем А что мне тихо он-то Сказать, где Усготавливаем какой-то троллигомер Классный Что-то такие тут сильные завалы И тут живет Судак сейчас Такой вот домик у Судака Ну только двух, да, вот мы в одном месте там увидели? Ну мы просто попали так, да, что они стояли Как-то они, может, с края под ним стоят Да, грустновато, конечно Рыбалка сегодня прошла холодно Рыбы не клюет, сильный ветер Конечно, вот в это время весной На эпилогического Судака погода очень сильно влияет И когда вроде более-менее ветер подстихал Вглядывало солнышко Начинали появляться вот хоть какие-то силуэты в толще Но весь основной день, конечно, Судака не было Либо ползал по дну Но когда вот он ползает там в районе дна Это его более-менее поднимаешь, он не клюет Так что, ну как-то так прошел сегодняшний день Завтра вроде бы получше Правда, с утра будет даже мороз То есть там где-то минус один Но, наверное, пойдем в другую речку Надеемся, что там будет поинтереснее Посмотрим, до запрета остается всего лишь один день Ты кому столько накладываешь? А? К капитану Так он уже тебе ни одной рыбы сегодня не нашел И не поймал под твоим руководством В следующий раз найдет и поймает Авансом? За завтрашний день? Да, да, да Ну ладно Ну иди Так он уже идёт Ну ладно Ну он, несколько раз Ну-на-на-на-на ПЯ东 playoffs сейчас очень здоровую рыбу видим да? я готов она легла вот она, смотри надо запятак поймать да запятак надо поймать тебя ты когда надо рыбу кидать, ты приманками занимаешься да, у меня, видишь, не готовы ничего снизу прикусил давай попробуй его еще по них чуть-чуть ага, все везде развернулся медленно спеши фактически в вертикальном положении тут что крупнее всего это был, прям здоровый вон, хвост, видишь? первая поклевка сегодня эпилогического судака вроде бы обстановка на море позволяет сегодня полазить его поискать прям вот аккуратно хвостик он прищипнул очень сложная рыбалка получается вода холодная, судака в толще мало он очень неохотно поднимается даже там на пару метров от дна и очень быстро ложится то есть надо максимально быстро постараться как только видишь рыбу наехать на нее правильно выставить лодку, подать приманку из-за этого используем достаточно тяжелые грузики то есть по холодной воде можно использовать было бы и поменьше вес, чтобы проводка была более медленная, более плавная но вариантов нет, тут ты либо делаешь быструю проводку, либо вообще не попадаешь в рыбу пока что погода позволяет вроде полазить поискать на основном море возможно после обеда станет получше активность судака, возможно он поднимется возможно и нет, но уже известно точно, что к вечеру поднимется ветер, так что времени на рыбалку не так много давайте быстрее продолжать возможно получше сейчас кого-нибудь выцепить я лучше сразу вот так иди иди, 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 иди повыше, 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 повыше сколько граммов стоит? 4 давай еще раз кидай сразу дай здесь паузу все поднимаем вон он, видишь? говорю, паузу там нормально давай кидай еще но уже вряд ли поднимется, ну давай почему-то здесь проводить бессмысленный метр на это время ходит, треба ложиться я понял план, когда он там летом, его много он висит а то, что каждый рыбочный важный короче просто, равномерная проводка ничего даже придумывать не надо ну да потому что там рывок, паузу даешь ну вообще как-то сбиваешь шнуру, все, он отваливается здесь непонятный размер, видишь? она от нас уходит да, мы в этом горизонте чуть повыше буквально давай 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 Иди Сейчас реагировал как будто Иди, 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 только не роняй Только не это Не замедляйся Можно чуть-чуть в темпе прибавить А прибавить чуть-чуть в темпе Чуть-чуть прямо самую массу Давай, давай Давай, сколько уже поднялся Давай Видишь, ничего еще не сделаешь Никак на него не повлияешь То есть он либо да, либо нет Мне кажется, только чуть-чуть надо было побыстрее везти Все, что делаем, поехали на другой район Там посмотрим Тут мы уже поняли Поймать можно, но Сложно Надо ждать, когда он выйдет Ну, наконец-то Ну, наконец-то Возьмешь? Давай Давай А то у меня камера Хорошо У меня, в общем, камера Присоединена к лодке Поэтому не смог встать Ну, наконец-то Уже под самый вечер Все-таки Пелагический судак Пойман Что ж теперь Хоть какой-то Уже Пришлось ставить Асист Потому что было Две пустых поклевки Судак, как-то сегодня Атакует вяло Самый хвостик Но Все-таки Все-таки Получилось Ну, такая Совсем Небольшая рыбка Для горьковского Хранилища Но По сегодняшнему дню Уже и это Приятно Сам Придется Придется Приколоть Во рту Нанес Пиявочка Во рту Пиявочку Судаку Зубля Сейчас Неактивный Такой Да и нет Сам Нормально уходит Прям Сразу На глубину Скорее Скорее С 8 метров Вот он глюнул Само водное Водичка прохладная Поэтому он себя отлично чувствует Отлично уходит Еще бы он так весело Поднимался в толщу И клевало с толщи Как вот он опускается на дно Но Такие вот условия Только недавно здесь Сошел Поэтому Он здесь Тяжелая рыбалка Но поймать можно Ну он как Это же не пелагический Получается Ну Полупелагический Как бы Так сказать Я говорю Он же был оторван от дна Был Хотя бы чуть-чуть Мы с паноптик своего нашли С паноптик Взял он уже в толще В толще Папа рядом Рядом Давай пошли дальше А есть стайка здесь Видела? Они как бы стайкой шли Ну Ну Видишь Этот от стайки отделился Да Да Он еще один Ты уже будешь найти А? Боже Боже Ну и сейчас сегодня большой Даже такой казалось бы силуэт Вот Двухка Ну Да Но Для Наших целей Для этого хранилища Большой Целый день потратили Пробуй Вон он выглядит Пробуй Вон он выглядит Идет Под ногу А Донный Да Вон он еще идет Ну Туда оторвай потихоньку его Чего ты его под внутрь шкряпаешь Да Это судак Ну все равно пошел Вон Нужно 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 Закидывай его Нужно Повядок Вау Наведёшь? Идёт. Идёт. Давай-давай-давай. Давай. Нормально, я скорее, он всё равно идёт. Чухнул? Да. Жюри Квартанов. Вот. Такой судак сегодня, такое у него настроение. Кстати, наконец-таки он среагировал на подброс. Первый вот сегодня такая провокация, которая более-менее хоть как-то его там сподвигла на поклёвку. Просто без удара так прижал, подвисся, и вот уже третья пустая поклёвка сегодня. Такая вот рыба, такое вот у неё сегодня настроение. Ассист не спас. Всё, клади давай. Чё, не надо будет? Ну, возьми на всякий случай. На сколько грамм-то? У меня 22 грамма. 22 грамма. Да. Ну, видишь, на быстрой проводку сейчас нормально реагирует. И район, видишь, как будто здесь такое поживее уже. Да-да-да. То есть вроде бы и там рыба была, но здесь поживее всё равно получается. Поклёвок нету. Вот ты просто вот ведёшь-вёдёшь, оп, тянуть, что-то за хвост он висит и всё. Угу. Вот так. Вот так у неё. Подрубливай, подрубливай. Вон лёд вскреди. Ну, а туда мы не сунемся по-любому. Тойот спустил. Так он плавал. Где он плавал? Ну, не знаю, откуда ты приплыл. Та-да-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да. Ну, нормально, да. Но для этой глубины нет такой. Приехали в речку на небольшую глубину. И вот первый эпилогический судачок прошёлся. Стоял, опять же, где-то метрах на двух, трёх. Но не взял. Будем дальше. Вода уже тут 5 градусов. По идее, должен, может быть, чуть-чуть поактивнее. Но пока что, только один был. Ну, и то, это не сказать, что крупный такой может лет два-два с половиной. Блин, ну, тоже неплохой, скажем, поклёвка. Ну, да. Поэтому, да. Ну, что, рыбалка постепенно подходит к концу. Запрет на Горьковском дохранилище остаётся каких-то там всего лишь 9 часов. Конечно, ожидалось большего от вот этой всей весенней поездки. Думали, что сможем найти крупную рыбу. Возможно, даже в количестве. Но как-то весной оказалось сложно искать судака. Именно на стоячей воде. То есть, очень большие скопления бели наблюдаются. Но каких-то крупных силуэтов там среди неё нет. Одиночной эпилогической рыбы очень мало. Потому что вода холодная. Он как-то не поднимается особо судаку. В основном, вроде бы, как-то в районе дна шоркается. Вот как раз сейчас. Как будто бы нашёл ещё одну рыбу. Давай попробуем. Рыба не знаю, чего испугалась. Далеко до неё было метров 20. Но всё равно залегла. Вот. Конечно, ожидалось большего. Классическую пилаюку ловить сложно. Взвешенную рыбу. Но донного судака тоже особо непонятно, как ловить. Потому что всё равно он очень вялый. Да, конечно, может подняться. Может пройтись. Но на поклёвку, по-моему, одна рыба у нас всего лишь такая решилась. А в остальном просто ходят, смотрят. Рыбалка, конечно, вот до запрета. В апреле месяце очень непростая. И по нашему опыту, да и судя по отчётам, которые я видел в социальных сетях тоже. Весной эта вода легко не даётся. Причём, что по судаку, что и по щуке. Но по щуке вообще как-то всё непонятно. Потому что в тех речках, где мы её хоть как-то более-менее нашли, она уже готовится к нересту. Возможно, в других частях водохранилища она как-то активна ещё вот в это время после схода льда. Но вот то, что мы находили, она почти не реагировала на приманки. Всего лишь одна реакция нам уже была. Таким у нас получился первый опыт рыбалки на Горьковском водохранилище весной. Конечно, хотелось поймать намного больше, разобраться получше в этой рыбалке. Но как-то всё слишком сложно получилось. Но тем не менее, погода классная. Мы опыт получили и в ловле, и в поиске, и в наблюдениях именно по холодной воде. Так что поездка определённо удалась. Так что спокойной душой можно отдохнуть от лодочной рыбалки во время запрета. Ну а если станет скучно, возможно, съездим в какую-нибудь другую область, где запрета нет или он наступает в другие сроки. Ну посмотрим, как всё сложится. Шарик, быстрее кидай. Быстрее кидай. Ну иж поднялся, сразу запустился. Где ещё биологический судак-то? Не знаю, биологический. Пару слов хотел сказать о приманках, которые хорошо сработали здесь на Горе-Море весной. Ну, во-первых, это, конечно же, Изик 6.5. Стандартный цвет, пал 0.3. Классная работа, лучше, чем на Туралке. Ну и так же сработала такая вот небольшая приманка. Эдуард Зарубин у нас в Нижнем Новгороде делает. Сколько тут, наверное, 14 сантиметров, наверное, она где-то. Вот, то есть такие вот яркие приманки были в приоритете. Ну и, опять же, не очень большого размера. Пробовали кидать что-то большее. Судак как бы ходил, смотрел, но не клевал. А вот на эти приманки, в этих расцветках была самая лучшая реакция. Судак, конечно, оказался привредливым как никогда. Но ничего не поделаешь, такая уж рыбалка весной. А по джиговому судаку лучше всего сработала классика в виде поролона в желтом свете. Пробовали другие, также пробовали темные цвета. Пробовали вот синий поролон, пробовали всякие такие вот натуральные варианты. Судак на них не клевал. Ему почему-то вот очень понравился поролон в желтом свете. Конечно, мы уже все рабочие поотрывали, так что остались такие вот. Ну, не суть, в общем, сработал относительно маленький поролон желтого цвета. Это потому что накамел. Да ладно. Что-то забыл, я с ней шок, чтобы записать видео, но зато забавно, наверное, получилось. Просто кепка до этого на ходу улетела. В общем, все, завершаем рыбалку. Завершаем, скорее всего, этот сезон рыбалки на большой воде перед Нерестом. Возможно, съездим на какие-то другие акватории. Еще доступно там Казань, по-моему. Доступно Саратовское водохранилище. Но посмотрим. Если получится, то поедем. Если нет, то в целом ничего страшного. Ладно, мы собираемся. Все полезную информацию оставил в описании. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Увидимся на следующих рыбалках, в следующих видео. Всем пока.